ну что call of duty black ops 6 бета-версия имеется давайте сейчас сделаем максимальную производительность в игре максимально картинку красивую и максимально резкую без всякого мыла заходим в настройки выбираем графику выбираем обязательно видео режим полный экран и чтобы не было на задержки и максимально быстрый ввод был монитор естественно выбираем свой видеокарта свою чистоту экрана выбираем максимально доступную для вас разрешение базовое у меня это 2к формат экрана можно оставить авто пока предзагрузку шейдеров не трогаем сделаем ее уже после всех настроек гамма выбираем 2 и 2 если у нас монитор 2 и 4 если у нас телевизор яркость оставляем на 50 стараемся если темно подымать яркость за счет настроек монитора потому что если здесь настраивать яркость и выше картинка станет яркой но очень мыльный поэтому оставляем 50 естественно далее что у нас тут имеется дан видео рефлекс тесная включая это на ваше усмотрение на подсознание якобы задержка у нас становится еще меньше input lag отсутствует поэтому я ее ставлю так как у меня видео rtx 4080 конфигурация к режима это все отключаем это говно это все ограничивает нашу производительность здесь оставлю низкое энергопотребление вот здесь понимаете что устоите значение параметры чтобы уменьшить расход энергии не ставьте это обязательно никогда нажимаем по выбору вертикальная синхронизация в игре я отключаюсь если зачем нам увеличивать задержку вода вертикальность и хризация меню можно поставить на 50 как это работает если у вас допустим 120 герц монитор вы ставите 50 и когда вы лазите в меню у вас будет 60 герц 60 fps то есть в игре соответственно видео карты не будет на полную грузиться в меню когда вы не играете вам это не надо у меня 170 ставлю 50 и пополам делим сколько это 170 полом 85 окей так максимально часто кадров я ставлю по выбору здесь естественно ставлю на максимум чтобы уменьшить задержку вода именно в игре 100 300 максимально возможно в меню ставлю 60 при сворачивании ставлю 30 разрешение визуализации меню как будет выглядеть меню круто либо не круто особо разницы нет и оставлю оптимальное потому что что заниматься сзади будет все у вас двигаться этого мне надо рендеринг во время паузы это отключаем обязательно нахер не нужно нам маскирующая рамка это такая штука если у вас есть дополнительные мониторы они будут затемняться будет использоваться производительность вашей видеокарты обязательно ставьте на ноль не забываем применить заходим теперь во вкладку качество здесь что мы делаем здесь мы выбираем вот так минимум все ставим на минимум разрешение визуализации ставим на 100 чтобы картинка соответствовала нашему разрешению выше не надо ставить картинка станет лучшей речи ну производительности вашей видеокарты сожжет миллион мы сделаем резко и за счет именно фидели tfx кассы это будет намного меньше нагружать нашу видеокарту соответственно фпс нас будет больше картинка будет та же самая оставляем здесь 100 далее масштабирование если у вас совсем печальный компьютер вам не хватает кадров если у вас видео ставите nvidia dlss здесь выбираем все ли не ниже качество баланс производить максимально производить будет максимально мыльно поэтому ставим качество если выбираем dlss резкость настраиваем по желанию не меньше 80 я обычно ставлю сотку на 2k мониторе если full hd то может 80 если у вас мд хочется попробовать мдф и в сэр 3.0 выбираем также здесь ставим качество баланс производить не ставьте будет максимально мыльно генерация кадров если у вас совсем низкий фпс не за 60 до уже после настроек обязательно включайте генерацию кадров но не забывайте что генерация кадров что а м.д. что nvidia она добавляет задержку вода то есть можете стрелять задержкой я это не ставлю но у меня достаточно мощный компьютер я не использую вообще в принципе масштабирование я использую fidelity fx касс для того чтобы добавить резкости оставлю на 100 соответственно картинка становится четкой при включении теней вообще четкая картинка поэтому если у вас средний высший компьютер я не рекомендую вам включать масштабирование добавляя задержку вода нафиг вам это надо в онлайн игре обязательно ставьте вот резкость если у вас хоть 100 fps уже есть далее интенсивность я ставлю 100 по вкусу кому как retracing естественно включаем невероятно нагружает систему добавляет вот этой красоты которая нам не нужна в онлайн стрелялки давайте давайте здесь далее что целевое масштабирование вот масштаба видеопамять если у вас выше 6 гигабут оставляйте 80 здесь ничего не меняйте если у вас еще меньше то и рекомендую 60 поставить допустим с 4 гигабайта тут игра 4 гигабайтами новые игрушки напишите видео памяти на видеокарты переменное значение затемнения включайте он увеличивает производительность добавлять ножка fps картинка остается плюс-минус такой же генерация кадров если совсем плохо ниже 60 у вас после настроек можете включить я не включаю потому что у меня плюс-минус за 100 всегда и генерация кадров добавляет задержку она нам не нужно что у нас по текстурам я рекомендую ставить высокие текстуры и они затрону фильтрацию это не сильно нагружает нашу систему но при этом текстурки четкие классные глубина резкости я отключаю все размыливания зернистости вот эти смазности нахер отключаете зачем они вам нужны будут вам портить зрение вы будете врагов выслеживать которых нихера из-за этого размытия не видно будет качество деталей и прочего то все ниже я все это отключаю она плюс-минус визуально не влияет на картинку но экономит нам много производить соответственно fps у нас увеличивается качество детали оставлю низкое разрешение частиц минимально следы попадания от пули это на ваш вкус я их отвечаю мне они не нужны долговременные эффекты это после взрывов и прочего говна тоже отключаю качество шейдера ставлю на низкое между высокими низким практически в картинке разницы нет но fps съедает значительно загрузка текстур здесь все ставим на минимум чтобы ничего у нас не загружалась предыдущих частях можно было все это отключать здесь это нихера не отключается поэтому ставим на минимум размер буфера лимит загрузки обязательно включаем и дневной лимит тоже ставим на минимум а там вот это качество отображения локальных текстур ставим на низкое цвет и тени все также ставим на низкое минимальное тени в экранном отключить здесь отключить отражение отключить все отражения и все это говно отключаем теселяцию отключаем качество объемного освещения отключаем это все те же отражение тени это нам не нужно погода все это на низкое отражение воды на низкая все оставляем здесь нажимаем применить в обзоре что здесь обзор я ставлю 80 здесь на вкус и цвет каждому ставится то что хочется так сказать если поставим угол обзора до 800 нагрузка увеличится картинки больше в кадр попадает поэтому смотрите что угол обзор увеличен также влияет на производительность соответственно ппс становится меньше здесь поле зрения на любителя как хотите так и ставьте размытие вот это все говно я отключаю зернистость отключаю тряску ставлю на минимум от 1 3 вообще принципе не играю инверсию вспышки ставлю чтобы не ослепнуть во время игры зачем мне это надо и еще по звуку что я ставлю здесь включаю микширование не наушники выбираю от динамики компьютера за счет этого громкие звуки не такие сильные не надо сидеть после игры глохнут да а шаги слышно лучше поэтому ставлю здесь динамик компьютера и еще я здесь настраиваю есть одна штука где она микрофон естественно здесь можно настроить вот уменьшение звона в ушах я включаю короче флешки контузии не будет вас пищать в ушах все будет четко после этих всех настройка обязательно заходим графику си не применили применяем нажимаем от повторная при загрузка шейдеров она произойдет либо сейчас либо после повторного запуска игры и еще что нам нужно нам нужно настроить наш центральный процессор наши ядра сейчас я выключу это заходим диспетчер задач он sual delet что мы тут видим ничего не видим у меня запустилась почему-то на верхнем телевизоре сейчас я вам открою что нам нужно выбрать именно физические ядра не потоки чтобы у нас работали самые производительные ядра здесь мы заходим производительность выбираем cp видим вашем процессоре допустим вот у меня ядра основные 8 потоков 16 нам не нужны потоки что нам нужно вот 8 запомнили да у вас мне вот такой процессор нажимаем shift control escape нет не нажимаем окей заходим короче в документы открываем call of duty players у нас есть здесь два файла текстовых вот эти код 24 они относятся именно black ops 6 что нам нужно открываем с помощью блокнота листаем вниз здесь видим такую строчку render work it каунт вот она здесь у нас нужно выбрать ядра здесь по дефолту стоит там 12 16 максимально может поставить 16 но это будет не основные ядра будет меньше fps у меня 8 ядер да и получается 16 потоков нужно поставить здесь 8 ядер так как я стримлю мне нужно одно ядро для работы фоновых приложений типа убеса чата и так далее я ставлю минус 1 ядро 7 если вы не стримите ставьте свои от основные ядра у допустим меня 8 я ставлю здесь 7 так как я стримлю сохраняю и вот этот файл второй также открываем идентичный так скажем так же листаю до низа здесь ставлю от 7 в той же полосе сохраняя все валя запускаю игру проходит рендер шейдеров и играем кайфуем все если вы смотрите стримы подписывайтесь здесь я снимаю различные гайды стримлю популярные с вами был черный стайл скорости шпакер